Здравствуйте, дамы и господа. Я не самозванец, я не заявлен. Меня зовут Игорь Побератцев. Поскольку я много лет работаю на радио, то меня попросили организаторы провести эту встречу. То есть быть анкором, презентом, модератором. Это уже на ваш выбор у нас работая язык русский. Что не исключает украинского, английского. Мои коллеги сегодня. Это Роман Бронфман. Я знаю его лет 40, поскольку мы вместе выросли в Черновцах. Но здесь он не как мой добрый знакомый и друг детства, а как израильский политик, бизнесмен. В прошлом, насколько я помню, член парламента Кнессетта. Со мной рядом историк, господин Щупак. Мог ли вы представить, что это скажете? Игорь Щупак, кандидат исторических наук, доктор философии. Директор украинского института изучения Холокоша Таткума. И музей памяти еврейского народа Холокоша в Украине, который я и создавал. И сейчас работает в Украине, в Украине, в Украине, в Украине. И наш сегодняшний собеседник, это актер, преподаватель. Господин Назаров, чуть-чуть представьтесь. Ну, не знаю, что говорить. Народный армист России, профессор. Вдруг музыкального театра. Значит, тема, честно говоря, меня заинтересовала, почему. Хотя узнал ли они сегодня. Почему? Потому что она богатая ассоциациями. Вот сама вот эта фраза, Израиль между Россией и Украиной. Какие ассоциации? Ну, у меня, честно говоря, первая ассоциация была между Сцилой и Харибетой. Страшноватая ассоциация. Но, тем не менее, вот это пришло в голову. Потом я думал о русских аналогах. Эти самые Сцилы. Сцилы, между прочим, когда-то начинала, как красивая девушка. Но потом её травили. И она стала звероподобным каким-то злодеем. Вот. Но у меня ещё ассоциация какая? Русский аналог – это из огня до в племя. Вот. Между молотом и наковариванием и так далее. Видите, все ассоциации негативные, кстати. Но геополитика – это же подвижное такое состояние. Это подвижная реальность. Вот Украина оказалась… Украина совсем недавно ещё была между Россией и Польшей. А Польша в историческом недалеке была между Россией, Германией и отчасти Австро-Венгерской империей. Поэтому это такие подвижные понятия. Но мы сегодня попробуем всё-таки сказать вот этой подвижной геополитической реальности. Забри. Поглядим, что у нас из этого получится. Вот в медицине есть такое, мы все знаем, понятие «фантомная боль». Это боль по утраченным частям тела. А вот Израиль между Россией и Германией, между Россией и Украиной – это какая-то фантомная география. Потому что это только в нашем воображении. Израиль можно поместить между Россией и Украиной. Значит, фантомная… Мы придумали новый термин для дискуссии «фантомная география». Я вот думал, насколько вот этот феномен воспоминания о земле, где ты родился или вырос, или где выросли твои родители, насколько он вообще работает в других ситуациях. Я подумал, например, что дискуссия Израиля между Америкой и Германией, она бы утратила смысл, потому что речь идет о нескольких поколениях. Я живу в Лондоне 79-го года. Я еще помню австрийских евреев, которые дружили, встречались, и у них вот это было фантомное ощущение Австрии и Вены. И одного из них я просто знал, ну, потому что мне удобно. Я репортер, я журналист, я пришел с магнитофоном к Эрику Фриду, крупнейший австрийский поэт, переводчик Шекспира. И у меня тут с ним разговор о Кавке и о Шекспире. Так вот, это была группа, это Канетти, Нобелевский лауреат впоследствии, Эрик Биб и еще несколько австрийских евреев и просто австрийцев, деятелей культуры. Вот у них было ощущение вот это фантомное, даже австро-венгерской империи, когда Канетти получил Нобелевскую премию, его даже назвали последним австро-венгром. И, кстати, в Англии, когда он получил Нобелевскую премию, ни один английский писатель ничего не мог о нем сказать, потому что они его не читали. Его читали в Германии и в Австрии. Единственный человек, писатель, который сказал теплые и проникновенные слова о австрийском еврее Канетти, болгарском еврее, это была Айрис Мердок по очень простой причине, она была его возлюбленной несколько лет. Так что Канетти все-таки повезло с Айрис Мердоком. Да, да, это были правильные отношения. Так вот, я бы хотел начать нашу беседу с апологией темы. Вот Израиль между Россией и Украиной, эта тема тревожит, волнует, интересует, интрибует. Может быть, да, Роман. Да, добрый день, здравствуйте. Тема действительно необычная, и хотя бы говорим о географии, если посмотреть на карту, то это, наверное, треугольник, я надеюсь, что не Бермудский. Можно было предположить, что мы уйдем в мои исторические корни и будем говорить о том, что отцы-основатели синизма, ну, может быть, за исключением одного-двух, они происходят из этих мест, они происходят в основном из-за Далиции, Белоруссии, Украины, Одессы. И, понятное дело, что историческими корнями мы уходим в культуру Восточной Европы. Но я думаю, что у организаторов сегодняшнего мероприятия, ЛИМОД, которые, ЛИМОД, ФСЮ, русскоязычный ЛИМОД, была, наверное, иная задача. Их интересует современность, их интересует, я бы даже сказал, не столько современность, сколько актуальность, вот это напряжение, которое возникло в последних несколько лет. И впервые советские евреи в Израиле, а я всегда настаиваю на термине советские евреи, а не русские евреи в Израиле, потому что в Израиле, в общем-то, термином очень многие пользуются, и пользуются им ошибочно. Потому что это не русские евреи, это просто евреи, и они никакие не русские, они, в общем-то, украинские, азербайджанские, литовские и так далее. Но когда, если мы хотим обобщить и употребить один термин, так уж, конечно, этот термин должен быть советский, потому что это их суть, к сожалению, или, к счастью, это зависит от наших оценок, но это то, что есть. И вот я думаю, что то, что произошло в последние несколько лет, скажем, если на уровне двух десятилетий, то развал Советского Союза, а если на уровне двух лет, то неожиданная, а может быть, ожиданная агрессия России против Украины, поставила советское еврейство в совершенно не, я имею в виду, в Израиле, конечно, но наверняка и в Украине, и в России, потому что корни нарушены, связи нарушены, нарушена связь времен и связь географии. И поставила советское еврейство в Израиле в некоторую, я бы сказал, дуальную позицию, которой не было до этого никогда. И на прежней моей лекции вчера, если не ошибаюсь, меня спросили о том, что произошло как бы на наших социальных отношениях даже внутри русскоязычной общины в Израиле. Конечно же, я ответил, что есть. Произошли совершенно непонятные тектонические изменения. Друзья перестали общаться с друзьями, члены семьи перестали общаться друг с другом. Партии перестали общаться друг с другом. Контингент разных людей, которые дружили, вдруг перестали говорить на болезненные темы. Моя кузина из Соединенных Штатов, когда приехала буквально на прошлой неделе и зашел разговор, моя жена потребовала, чтобы разговор неверно прекратился, потому что мы знаем, к чему он приведет. То есть этот разлом прошел по самым болезненным, самым чувствительным местам, и это вот эта синдивидальная и ностальгическая любовь к доисторическим родинам. Потому что Израиль — это исторические колоссеи, Украина — это доисторические родины. И мы помним, мы живем этой памятью, и вдруг нас заставили выбрать сторону. Мы все говорим по-русски в конечном счете, хотя прекрасно знаем украинский, и я пользуюсь украинским языком время от времени. Но я перестал ездить в Россию. Просто перестал ездить в Россию, а в Украину я еду и помогаю, и стараюсь помочь, чем могу. Но сейчас я не говорю только о контингенте на уровне общины, я говорю и о государстве. Израиль вдруг казался, и здесь у меня есть несколько конкретных примеров, между двумя стратегическими партнерами. А мы партнеры были и остаемся с Россией. Мы были и есть партнеры Украины стратегической. И нам приходится в очень многих темах и в очень многих позициях выбирать. И об этом я расскажу, может быть, чуть попозже. И я бы хотел услышать точку зрения историка на вот это словосочетание, на это предложение. Израиль между Россией и Украиной. Как видит это историк? Ну, у меня совершенно исторические ассоциации. Вот когда господин Померанцев сказал о том, что Мердус Цилы и Харибды, сразу Харибда, Магриб нет. То есть какие-то такие ассоциации с Магрибом почему-то. Вот. А вообще ассоциация у меня совершенно не историческая. Это Маккапи Хайфа между Спартаком Москва и Динамо Киев. Вот. На самом деле, почему я об этом вспомнил, вы знаете, что у большинства советских евреев все-таки была, да, советская идентичность. Неважно, они оказались в Израиле или в Штатах, Канаде или где-то еще. А национальное, оно проступало вот тогда, когда говорили о спорте. Серьезно. Потому что когда-то мой папа говорит, ты вот смотришь телевизор, ты за кого болеешь? Я говорю, ну, конечно, Динамо Москва. Почему Динамо Москва? Ну, Динамо Киев, Динамо Москва, какая разница? Ты что? Динамо Москва, они же с нашими играют, с Зарей. Заря, Ворошиловград, это же наши. Я стал что-то думать на этот счет, потому что для меня, советского, украинского еврея в детстве, было абсолютно безразлично. Россия, Беларусь, Украина и так далее. И вот какая-то еврейско-украинская идентификация у меня, у историка, сейчас началась со спорта. То есть в свое время мне посчастливилось побывать в Лужниках на футбольном матче «Спартак-Динамо Киев». Это незабываемое впечатление на всю жизнь, тем более, что я попал в зону фанов «Спартака». Вот. То есть я не понял, куда я попал сначала. Потом уже понял. И сидел, стараясь занять как можно меньше места за лавочке. Значит, ну а впереди атмосфера определенная. Значит, кстати, тогда «Динамо Киев», естественно, выиграла 2-0. Вот. Ну и, значит, несколько человек впереди стали скандировать «Хахлы, козлы, хахлы, козлы». Я еще больше сжимаюсь, понимаю, что это обо мне. То есть вот тогда впервые в жизни я, который раньше был в ЖД, стал «Хахлы». Вот я это так воспринял. Но самое интересное, что впереди вот сидела парочка, отец и сын. Ну, не из очень интеллигентной семьи, не относились к австро-венгерской культуре, я уверен, никак. И вот он все время кричит «Хахлы, козлы», а этот сынок его «Папа, папа, папа». Ну что? Ну кто такие хохлы? Хохлы, козлы, хохлы. Вот. И это же было на уровне такого, скажем так, обыденного сознания. Но когда был знаменитый матч сборной России и сборной Украины, то в «Комсомольской правде» вышла знаменитая статья, которая называла там был игроку сборной России «Хохлов». И было написано «Бей, Хохлов, спасай Россию». Ну, запятые были проставлены. «Бей, Хохлов, спасай Россию». И вот тогда я еще больше понял, что я отношусь, таки да, к хохлам. Вот. То есть, и на самом деле, я как историк вижу, что абсолютно четко с 2014 года очень мощно набрала силу вот эта тенденция формирования именно украинского еврейства. Я в меньшей степени могу судить о том, как формируется идентичность российского еврейства. Но это украинское еврейство или евреи-украины, то есть, совершенно же понятно, когда в Польше кто-то говорит «я есть там жена польским», так? Значит, и точно так же «я являюсь украинским евреем или украинцем еврейского происхождения». Что относится к этой ментальности? Это очень важно, но важно последнюю мысль, которую я хотел вначале высказать. Очень здорово, что вот господин Пронферн различает и помогает людям различить понятия русский, советский, потому что для огромного большинства людей в диаспоре, для евреев, когда анализируешь и в определенной степени критикуешь агрессивную политику России, им кажется, что это критикует их, их родину, их отчизну. И то, что удалось сделать Путину, это то, что в свое время удалось сделать Гитлеру. Если ты против Гитлера, значит ты против Германии. Ты против Велики Германии. Если ты сейчас против Путина, значит ты против России. Но, извините, Чаратаев был не худшим патриотом, но он ненавидел правительство, желая добра своей родине, своей отчизне. И вот если мы начнем различать эти вещи, и начнем различать, что есть российские, есть русские, есть украинские евреи, есть российские евреи. Если нам удастся различить, что, опять-таки, современная Россия, это не столько Россия, я имею в виду режим, сколько постсоветский союз с имперской политикой, объективно направленной против всех народов и против евреев в том числе, а иногда в первую очередь. Когда мы это осознаем, тогда легче будет понять, почему в Израиле произошел раскол, о чем, наверное, вам лучше судить, чем мне, значит, между евреями, которые, израильтянами, которые остались в советском прошлом, думая, что они отстаивают интересы своей родины, которой давно в таком виде нет и быть не могло, и тем украинским, который, на самом деле, является европейским человеческим выбором. Спасибо. О, прошу, очень, все в порядке. Есть такое, для меня лично, оно какое-то неудобное словосочетание, деятель культуры. Ну, уж так, но оно существует. И у меня вопрос к господину Назару. Вот эта тема, эта проблема, Израиль между Россией и Украиной, с точки зрения, все-таки, деятеля культуры, профессора, актера, народного артиста России. Ну, честно говоря, я, наверное, не взял бы на себя смелость рассуждать об этом с точки зрения политика, или с точки зрения историка, или журналиста. Потому что я, так сказать, до мозга костей артист, музыкант. Я ничего в этой жизни не умею, хотя когда-то бегал с автоматом в армии, еще записано в военном билете, что я пулеметчик. Вот. А когда меня спрашивают, какое имеешь ты отношение к евреям, мы с женой, значит, вот этот вопрос прозвучал в театре советской армии, российской армии, на юбилейном вечере Саши Розенбаума, когда он попросил меня, чтобы я сделал новую интерпретацию его песни «Партнерка», который пел, как же его, с бородой такой шансонье... Украинско-российский? Нет, нет, это он российский и российский. Шефутинский. Шефутинский. Он ее пел, Шефутинский пел эту песню и сделал ее такую попсовую. Она абсолютно была попсовая, одесская такая вот в худшем смысле этого слова. И Саша попросил меня, говорит, я изначально сочинил эту вещь по-любому, он говорит, можешь ты мне ее сделать, чтобы она была вот... И мы сделали, конечно, новую аранжировку. Был огромный успех, мы просто остановили концерт, мой театр сопровождал, мы Сашу Розенбаум заставили танцевать танец с бутылками, вот, и когда крупняки по телевизору показывали, у него были безумные совершенно глаза вытраченные, потому что он понимал, еще шаг его просто упадет на этой сцене, а бутылка свалится с головы и так далее, и так далее. И вот директор Саша Розенбаума сказал, Вова, а ты по папе или по маме? По матушке. А до этого, значит, я поставил скрипач на крыше, а до этого в нашем театре Мать Иисуса, а до этого у нас в нашем театре Анатолия Крыма Письмо Богу и так далее. И в дебюртисментных программах тоже крупные такие блоки еврейский, национальный, русский. Я глубоко проникал в эту культуру, и он, ты по папе или по маме? И мы с женой ответили дружно, мы по внукам, поскольку наши внуки евреи. Мы по внукам. Вот, а если говорить в общечеловеческом плане, конечно, для меня то, что происходит сегодня, для моей семьи, это огромная трагедия, потому что я-то полукропка. У меня папа Орловский, чистый русак, или, как моя мама казачка запорожская, украинка чистая говорила, рыжий, похолючий кацап. Я говорю, что ты за него вышла замуж? Да других не было, всех выпили на войне. Вот. И вот это двуязычие. Во-первых, папа разговаривал на русском языке, мама разговаривала на украинском языке. Меня отдали в Новомосковске, Днепротровской области, где я родился и вырос. Меня отдали в русскую школу. В русской школе оказалась потрясающая совершенно учительница украинского языка, которая выучила меня литературному украинскому языку возможности свободно разговаривать на этом языке, переводить, писать и знать его по-настоящему. Не как суржик, а как глубочайший и красивейший язык. И, конечно, вот это, тем не менее, для меня никогда не было подразделом. Это как-то естественно существование в двух культурах. Плюс я узнал, что такое еврей с детства. Потому что моя мама говорила, давайте пойдем к зубному врачу, к Трофею Ивановичу, потому что он еврей. Я понял, что еврей – это зубной врач. Или знак качества. Да. Вот я долго думал, что еврей – это зубной врач. Ничего другого мне в голову не приходило. И когда я создал театр национального искусства, где были представлены многие культуры, естественно, еврейская культура заняла в этом списке очень солидное и хорошее. Просто потому что я люблю эту культуру, люблю эту музыку. Мне не приходило было кому-то понравиться. Или перед кем-то быть хорошим. Вот я какой. Мы в Советском Союзе играли еврейскую музыку, и некоторые подходили к нам и говорили, как смело вы не боитесь это делать. Вот это мне ни в голову даже не приходило. Смело, не смело, просто нравилось и все. Для меня, для моей семьи огромная трагедия. Моя жена – достаточно известный блогер, Лика Архангельская, которая, если кто-то следит за ее блогами, наверняка ее знает. Значит, она чистая русачка, чистая кацатка, москалька и все такое прочее. Значит, родилась в Людовцах. И мои дети, естественно, русскоговорящие, хотя сын достаточно быстро старший. Сегодня у него день рождения, красивый, смол, у нас 40 лет. Кошмар. Он режиссер, актер, очень вкусный, и он заговорил на украинском языке. Это тоже была такая фронтная протест. Так вот, для меня эта трагедия огромная, потому что я не знаю, как себя разрывать, как себя делить, но в нашей семье, слава богу, хотя бы нет вот этого разрыва по живому. Рядом, семьи, происходит то, о чем вы говорите. Вот. И для меня вот вопрос, который поставлен сегодня, Израиль между Украиной и Россией, в какой-то мере, первая мысль, знаете, первая мысль обычно самая такая, верная. Мне вдруг пришло в голову, что Украина сейчас в чем-то похожа на Израиль времен арабских войн. когда со всех сторон маленький Израиль на Ближнем Востоке противостоит вот этой вот озверевое совершение Орде, Орде, которая с помощью Советского Союза пыталась уничтожить это государство. Происходит то же самое, особенно если принять вашу точку зрения, что мы сейчас имеем не Россию Путина, мы имеем постсоветский союз Путина. Путина. Понимаете, вот это очень умная и хорошая мысль, я просто вам аплодирую, потому что для меня тоже очень больно осознавать, Путин это Россия, Россия это Путин. Друзья, преступная группировка Путина по большому счету враг России. Враг, злейший враг России. И отождествлять их с Россией это просто невозможно. Больно и обидно. Я надеюсь, что помогая сейчас Украине выстоять в этой борьбе, мы будем в чем-то делать те шаги, которые люди доброй воли всей земли делают для Израиля. Меня, например, коробит, когда ООН-овские, ВООН страны начинает голосовать против Израиля в каких-то евреях. Мне хочется кричать и кричать. Друзья, вы посмотрите, они маленькая страна, гордая страна, там они держатся. Они за всех нас там. Как у скрипача на крыше. Он же не за себя старается, он за всех нас. Так вот, Украина сейчас, не буду говорить за всех нас, Украина и за Россию тоже. Победа демократии в Украине, подъем украинского благосостояния и демократических устоев, мне кажется, это борьба украинского народа, в том числе и за русских. И за русских демократов. И если до недавнего времени не звучал вопрос, с кем вы мастера культуры, то после убийства моего друга Бориса Немцова, сопредседателя партии Парнас, с которой я являюсь, вы знаете, там было два председателя, это Миша Касьянов и Боря Немцов, после убийства Бори для меня не существует другого пути отмолчаться, отстояться, занять нейтралитет. Ой, я весь в музыке, я такой весь гениальный, это не для меня, это политика, это грязное дело и так далее. Нельзя отмолчаться и, так сказать, но шок, конечно, огромное количество, в том числе и выдающихся мастеров культуры, которые, полискивая, вдруг заорали, Крым наш, и ринулись поддерживать нашего президента, вообще-то не нашего, ну, то есть моего точно. Олег Табаков, например. Для меня это была страшная трагедия, потому что я видел, как Табаков, Михалков, Гафт, Хазанов Гена, Надька Бабкина, с которой мы проехали, ну, можно сказать, весь мир, да, и вот это все, огромное количество деятелей культуры вдруг дружно глинулись радоваться тому, что украли Крым. И когда я говорю, друзья, ну, ведь воровать-то нехорошо, мне говорят, ну, Крым всегда был русским, я говорю, в такой же степени, как и греческим. И татарским. В какой же степени, как и татарским. Ну, о чем мы сейчас будем говорить? Ну, тем не менее, вот для меня Израиль между Украиной и Россией, это Израиль времен арабских войн, Украина сейчас совершает примерно то же самое. Она, у нее своя арабская война, только араб у нас, Владимир Владимирович Путин. Ну, не рада всех араб, добежать. Спасибо. Спасибо большое. Сирийский. Вот, все-таки, вот в этой формуле Израиль между Украиной и Россией, там есть свои уязвимые места в этой формуле, есть свое маленькое минное поле, потому что Россия, это разные политические реальности, Россия и Украина. Россия, это сложившаяся страна, государство со своими давними традициями. Украина, это, можно сказать, с исторической точки зрения, это государство-младенец. Оно возникло в 93-м году. Киевская. Но, в 91-м, Киевская. В 91-м. В 91-м, да, в 91-м году. Но, вот, Израиль, Израиль, это такой уже тинейджер, говоря, с точки зрения исторического времени. У Украины и России действительно есть одна общая проблема. Это советское наследие, это советское прошлое, это гомо советикус. Израиль, государство тинейджер. Что все-таки он унаследовал, по-вашему, роман, от Советского Союза? Во-первых, я постараюсь ответить на вопрос Игоря. Вы уже, наверное, поняли, что Игорь и я из города, который расположен в 400 километрах от Львова, из Черновиц, которые в Израиле говорят город А. Вы откуда приехали, я Черновиц. А. Хотя А, это совершенно, так сказать, многозначительно, но мы несем на себе это клеймо города А. Я прошу прощения, мне очень понравилось выражение «В мире только две столицы, Тель-Авив и Черновиц. Да». Почему я это вспомнил, я постараюсь все-таки ответить на вопрос Игоря через две минуты. В Черновцах на заре, вернее, на апогее еврейского присутствия было 8 тысяч евреев из 250 тысяч жителей. То есть, каждый третий был евреем. Точно так же, как в Нью-Йорке, скажем, в 80-е годы. Каждый третий американский, да, совершенно вернее. И поэтому для нас ощущение, или самоощущение быть евреем, скажем, в Черновцах, я сейчас говорю только вот совершенно точно, это было самоощущение очень хорошее. Многое, я помню, у нас есть разногласия по этому поводу немножко, но это был, мы были самой большой общиной в городе, количественной, больше, чем русских, больше, чем украинцев, но не вместе взятых, а по отдельности. И поэтому переезд мой, я говорю сейчас в данном случае только о себе. И Черновиц в Израиль был благополучным. Я переехал из одного еврейского, из одной еврейской субстанции в другую еврейскую субстанцию. Что я с собой взял? Взял ли я с собой советскость, или я взял ту культуру, кроме того, что Игорь говорил, австро-венгерский, толерантность либерализм. Я даже знаю, о чем ты говорил с Дори Вишевским несколько лет назад, откуда бы либерализм вообще взялся. Мне рассказали, донесли. Это комплиментарно было. Ну оставь, это в скобках. Это между нами, это между усопчиками. Я думаю, я думаю, что вот это наследие, о котором мы тут что говорили, господин Назаров, Игорь Медович и Бак, оно присутствует в Израиле тоже. И это очень важно понять. Я не просто употребил термон советское еврейство. Советское еврейство, вообще советскость и холомосоветикус, это очень живучие, очень живучие навыки. Чем нам повезло, к чему мне июлю повезло? Мы жили под советской властью всего лишь полтора поколения. Советская власть пришла, как вы помните, окончательно в 44-м году. Она пришла временно в 39-м, потом окончательно в 44-м. Ты уехал в 78-м? В 88-м. Я в 80-м. Мы прожили подвигом этой власти очень немного. А если говорить в историческом аспекте, то советская власть не успела испортить Западную Украину. Любовь в том числе. И государство при Балтике в том числе. Она не успела растоптать все то национальное самосознание, которое было в этих государствах. В Черновцах до 56-го года работал Лавейский театр. 56-го года. Нет до смерти Сталина, а год после. В Черновцах работала, существовала синагога довольно большая. все годы, без исключения, на улице Лукьяна Кобылицы. Черновцы жили еврейским прошлом. Нам повезло, но не всем так повезло. Те, кто жили чуть-чуть на восток, чуть-чуть на восток, они жили уже три поколения под этим Игом. А это было Ига хуже татарского. Потому что влияли не физически, влияли нравственно, промывали мазки. То, что мы видим сегодня, это абсолютное повторение, только на более мощном уровне, на потоках медийных, у которых нет практически никаких границ. И это течет сегодня огромным валом из Москвы и до Нью-Йорка. И до Брайдена. И это неудивительно, что советское еврейство поддерживает на выборах Трампа. Ты это знаешь? 80% Это тоже. 80% советского еврейства внутри Соединенных Штатов и те, кто приехали в 70-е и те, кто приехали в 90-е поддерживают право. А что с таким ужасом? Я не на все вопросы нужно отвечать. Минучки. Не на все вопросы нужно отвечать. Хорошо. А если ты хочешь, я могу ответить. Но я лучше не отвечу. Вот, значит, что о себе лично. Когда я приехал в Израиль в 80-й год, Израиль тогда чуть меньше 4-х миллионов евреев, около миллиона арабов, небольшая, маленькая провинциальная страна на Средиземном море, и наше присутствие там было очень незаметным. В советских евреях приехало 150 тысяч, не так уж много, и когда мне задавали вопрос, кто приехал, я говорил, из России. Я приехал из России. Вот, можете себе представить, в 80-е годы я приехал из Черновельска, я говорил в 6 языках, я приехал из России. А сегодня я отвечаю очень просто. Я приехал с Украины, я приехал из Украины, я украинский рожденный и это произошло вот буквально последних 2 года. До этого я не ощущал никакой необходимости себя идентифицировать, это понятно, а дистанцировать, мой русский уже не такой, как был когда-то, дистанцировать себя от этого чудовища, которое сегодня возникло в бывшем Советском Союзе, в России, и абсолютно точно, когда я критикую режим, я не критикую Россию. У меня были душа своих друзей, родственников, многие здесь находятся, когда уже приехали сюда и они молчат. И я стесняюсь их спросить, почему они молчат. Последнее. Очень большое спасибо за теплые слова в адрес Израиля. Израиль, понятное дело, находится на жутком перекрестке между культурами и между историей и своей и более удобной, и менее удобной. Израиль это совершенно не совершенно чистая слеза. Это много слез и много крови, и иногда праведные, иногда неправедные. Израиль тоже нужно себя строить заново. Мы сейчас находимся в очень тяжелом состоянии. Мы больше напоминаем Форбс, не я, не Рома из маленького города Черновцы. Форбс всего лишь три года тому назад подметил в своей очень мощной статье, это было в октябре, если я не ошибаюсь, 2013 года, некую, я бы сказал, похожесть или схожесть трех лидеров. Это было еще до аннексии Крыма. Путина, Эрдугана и Натаньева. Три лидера, у которых мания величия, у которых мания величия, которые манипулируют общественное мнение, которые стремятся к диктатуре, которые нарушают демократические элементы, которые работают на медийных пространствах. И это было не случайное замечание, когда я начал говорить о нем, не все читают Форбс в Израиле. Мне говорили, ну да, конечно, это американцы, они не понимают, они не видят. А сегодня это видят все. Кто хочет, кто поддерживает Натаниал, такие как доктор Зеф Хамин, и те, кто не поддерживает его. Но это факт, что Натаниал действует в едином пространстве, что у нас нет свободной прессы, или почти нет свободной прессы, что у нас демократия, он выбран демократическим образом, но нарушаются очень многие законы, основные законы, и пытаются их переписать, что очень часто переписывают историю, и так далее, и так далее. Понятное дело, нет между Натаниалом и Путиным знака равенства. Никоим образом, спасибо. И нет Натаниалом знака равенства между Натаниалом и Эрдуганом, но есть тенденции, и нас в Израиле, нас в Казахстане, крыло в Израиле, тревожит тенденции, и поэтому этот вопрос Израиля между Россией и Украиной, он актуален для вас, но он не в меньшей степени актуален для нас. Спасибо, Роман. Вот меня как раз заинтересовал этот момент новая национальная самоидентификация. Вообще, прецедентов очень много в истории, в политике. Меня тоже недавно спросили, какой я писатель, украинский или русский. Я вспомнил о Копернике, астрономии Копернике, который во всех энциклопедиях ему называют польские страну. Я думаю, что он был бы потрясен этим фактом, поскольку он был немецко-польского происхождения, ни одной строчки на польском языке не написал. Он писал по-немецки, и в основном как гуманист своего времени. Он писал больше. Можно я это говорю? Спасибо. Нигде, более того, во времена Коперника не было понятия национальной, которое возникло уже в конце 18 века у романтиков и разлилось в 19 веке. То есть, в общем, мы такие люди прецедентные. Мы не одиночки в истории. Но сегодня это всегда вот на словах особенно это чувствуется. И меня интересует точка зрения историка на эту национальную самоидентификацию в связи с Израилем, Украиной и Россией. Спасибо. Но она связана с государственностью и с государством. И вот вы, господин там, гранцем, говорили о том, что Украина тинейджер, Россия имеет большой исторический опыт. Я позволю себе не согласиться. Опять-таки, исходя из моего подхода, что нынешняя Россия это постсоветский союз, то Россия имеет такой же возраст, как и Украина, то есть 25 с небольшим, но государственность еще не создана в рамках нормального национального государства, а созданы все атрибуты империи. И не буду долго это характеризовать. А что касается Израиля и Украины, опять-таки, как воспринимать историю этих стран вообще есть сейчас такая мысль у обществоведов, скажем так, что имеют перспективы развития те страны, которые являются историческими. Что имеется в виду? Вот Иран, Персия, это историческая держава, цивилизация, и она имеет шансы на развитие. А Сирия нет. Просто по той причине, что Сирия это конгломерат различных племенных союзов, различных этносов, различных религиозных каких-то групп. И хотим мы не хотим Ирак, Сирия, они имеют тенденции к разрушению и к расколу, которые де-факто уже сейчас существуют. Что касается России, есть восприятие России как империи, как постсоветский союз, пока что в нынешних границах. Я оракул не собираюсь предсказывать, что будет, но ни одна империя не сохраняется в своих границах вечно. Что останется в составе России, это второй вопрос. Что касается Украины, она как раз в большей степени, Россия, определилась со своими границами, хотя бы потому, что она не претендует на территории, на которых проживают этнические украинцы, в том числе на территории Польши, на территории Румынии, на территории нынешней России, будь то Кубань, или Курская, Белгородская область. Что касается Израиля, мне кажется, эта страна тоже определилась со своими границами и не претендует на какие-то другие, чужие территории. Есть только вопросы безопасности, о которых можно говорить, о которых скажет Рома Копер. Но что касается идентичности, то получается так, есть идентичность религиозная, есть этническая, есть государственная. Вот если я говорю о государственной идентичности, то это обязательно связывает с согласием или не согласием с нынешней государственной политикой. И я все-таки хочу вернуться к тому образу Чаадаева, о котором мы говорили, или к образу похойного Немцова, которые были действительно патриотами России, понимая, что имперское будущее это не их будущее. Я все время провожу какие-то аналогии исторические. Слава Богу, что немцы поняли, что Гитлер худший враг немецкого народа. И он худший враг немецкого народа даже по отношению к евреям. И не только потому, что немцы во время Второй мировой войны, которые развязал Гитлер, погибло больше, евреев. А потому, что Германия в итоге была расколота, унижена, и только к сегодняшнему дню она восстановила свои границы, тех, которых она уже может существовать стабильно. И немцы говорят о своей идентичности без стыда, хотя стыд за то, что совершили их деды-отцы, он присутствует даже на политическом уровне. Причем, почему я об этом говорю? Потому, что та империя и эта империя имеет, к сожалению, много общества. Когда мы общего, когда мы делаем выбор, то ли ретнический, то ли религиозный, то ли политический, государственный, мы должны понимать, что есть еще моральный аспект этого выбора. И вот обратите внимание, когда мы сейчас говорим, допустим, о временах нацизма, мы должны быть толерантами. И если я пишу какие-то статьи, книжки исторические, я не могу писать. Немцы организовали концлагерь, немцы уничтожили евреев, немцы сожгли село. Из каких-то соображений политологии я пишу или нацисты, или гитлеровцы. Но что интересно, мои друзья, коллеги, партнеры, дипломаты немецкие, представители правительства, они четко и намеренно говорят немцы. Потому что они немцы. Они это осознали и они имеют на это право и от этого только большее уважение к ним. Рано или поздно русские осознают разницу между советскостью и российскостью. Между интересами советского тоталитарного, постталитарного режима и России. А что касается евреев, вот действительно очень образное было сравнение, и его очень часто применяют сейчас, это то, что Украина очень напоминает Израиль в временах войны за независимость. И вы знаете, это замечают не только евреи, это замечают украинские патриоты, это замечают украинские националисты, это замечают украинские граждане, так же, как замечают, что победа или поражение, как вы говорили, это не победа или поражение самой Украины или России, это победа выборов в Европе и в конечном итоге во всем мире, потому что нацизм, вот с исторической точки зрения, он тоже начинался с компромиссов, с умиротворения окресора, и чем он закончился? Я принес вам мир, да? И чаще говорит, был выбор позор или война. Вы выбрали позор, поэтому получите войну. К сожалению, диктаторы, о которых вы говорили, будь то Эрдоган или Путин, они понимают только язык силы, да? И только когда Израиль стал сильным, он получил право завоевал, право на жизнь и развитие. Украина должна стать сильной, и сейчас украинцы, не евреи, украинцы, они говорят о том, насколько важен опыт Израиля в этом. Ну, а что касается евреев Израиля, опять-таки, я, наверное, больше, естественно, больше общаюсь с евреями Канады, чем с евреями Израиля. Мне кажется, есть выходцы отсюда, из Советского Союза. Мне кажется, есть вот много общего в этом понимании, потому что это советская, так сказать, алья, то ли в Канаду, то ли в Израиль. И мне очень жаль, что последнее, что сейчас хотел сказать, используются исторические стереотипы и штампы для того, чтобы подтвердить свою позицию. Очень часто евреи то ли в Канаде могут позволить себе такую вещь. Подождите, но вы же не будете отрицать, что украинцы уничтожали евреев, что украинцы резали им бабьям яру, что украинские националисты делали то-то и то-то. И начинаются украинские украинцы. Что я делаю сразу же? Я говорю, ну, естественно, это так же, как и то, что евреи расстреливали украинцев и поляков в Катыни, под Винницей, в Быковне, как то, что евреи-комиссары уничтожили всю свободу. Как вы можете говорить обо всех евреях? А как вы можете говорить обо всех украинцах? Очень важно, чтобы мы, не важно кто, израильтяне, украинцы, американцы, россияне различали, во-первых, то, что есть ответственность индивидуальная, есть ответственность коллективная, и, во-вторых, различали политический режим и его носителей, и этносы, и национальные группы, которые с ними, может быть, и не связаны. Спасибо. У меня вопрос к народному артисту России. Какие вы чувства испытываете, или испытывали бы, если бы вас называли украинским артистом? Ну, во-первых, мне не надо никаких чувств по этому вопросу и испытывать, потому что я сам называюсь и украинцем, а уж народные артисты или ненародные, это, в общем, как бы вопрос сугубо профессиональный. Наверное, если я сделаю для украинской культуры столько, сколько я сделал для российской, то, наверное, меня и будут называть украинским народным артистом. Дело в том, что, к сведению собравшихся, я с своей супругой переехал в Киев, потому что для меня стало невозможным работать в России, так как с кем вы мастера культуры с 2012 года, а особенно после убийства Немцова, а вот в последнее время, теперь недостаточно быть только молчаливым противником режима или сторонником режима. Надо выйти на лобное место и поклясться в горячей любви царю батюшки. И если ты этого не сделал, а просто молчался, тебя записывают автоматически в уроки. Ну, а что касается меня, и не только молчаливо, я вообще кричу во весь голос настолько, сколько я могу. Я, знаете, как тот попугай у Хазанова, а тигру мясо не докладываю. Так вот, я кричу, во всех своих выступлениях и по самым же вытрепещущим вопросам, это первое. Второе, я вот хотел бы вернуться к теме. Вы знаете, для меня давно ясно, и мне очень приятно, что моя точка зрения внутренняя как-то была озвучена вами, профессиональным историком, потому что я не претендую, но я могу на уровне ощущений, да, как артист. Я ей музыку сочиняю, собственно, так вот оттуда продиктовал некто, и я записал. Вот. Я считаю, что вот это самое, одно из преступлений путинского режима, это не только Путин, это Россия, Россия, это Путин, а Россия, это русские. И это уже вот пошла трещина просто по всем национальным образованиям, по границе Башкирии, Татарии, всех остальных республик, уже трещины идут, которые Кремль не слышит и не услышит, потому что их интересует бабло и власть. Но они не только трещат по границам, они закукливаются в своем внутреннем пространстве, Татария, Башкирия и остальные крупные, я не буду их много, да, 88 образований, да. Россия это русские, ребята, если только говорить о том, что русские, то это значит те, кто больше всех кричит, националисты, которые русские и все такое проще, это уже попахивает нацизмом, но они ведут дело к развалу России. И единственный шанс развалиться России, то, что она развалится, у меня никакого сомнения нет, абсолютно никакого сомнения. Развалится ли она и спасут ее эти национальные образования, которые внутри себя уже выстроят некую государственную модель существования и когда она затрещит по всем швам, она затрещит обязательно, они внутри себя сохранят мир, сохранят, чтобы не все против всех, иначе начнут резать все против всех, и это будет страшное дело в ядерной стране вообще, да? Вот, то, что касается Украины, я согласен с вами, что она стала действительно страной, она стала действительно сплоченной нацией, я вижу огромное количество потрясающих примеров волонтерского служения о своей стране, это при всем при этом, что в том числе и благодаря путинской пропаганде сверливается в мозги украинцев, израильтян, европейцев Германии и так далее, и так далее, и так далее, но особенно украинцев, что ваше правительство ворует, ваше правительство о вас не думает, ваше правительство надо свергать, срочно все на третий майдан, значит, кого не возьми, вас постоянно обманывают, 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 и украинцы в некоторой своей части кипят, поскольку это ложится на трудное экономическое положение, и действительно жизнь трудная в Украине, это надо быть последним дураком, чтобы считать, что вот сплоченная Украина настолько, что но украинцы как-то выкарабкиваются из этого, а если им внедрят мозги не верите никому, они начинают смирить Путин, и это может действительно привести, он все ведет для того, чтобы в Украине был взрыв, а тогда появятся, наверное, зелененькие человечки, которых в Украине полно, в том числе в органах власти, которые аккуратненько и профессионально перехватят инициативу и вот мы уже увидим другой парламент, вот мы уже увидим другого президента, других министров и все такое проще. Когда русские приезжают сюда и если они хоть немножко, так сказать, вот не зажорены, вот сейчас артисты мы были здесь на сегодня улетели Лена, Маланчук остальные, я говорю, Леночка, давай все-таки выйдем во Львов, а не страшно? Я говорю, ты и посмотришь, страшно. Зарежут одного другого. Страшно и не стало. Мы пошли в Вилетскую ковярню, значит, и она походила по улице, он говорит, боже мой, какой красивый город, какие приятные люди и все, ну это же единицы, а остальных, они же не едут, в Украину, они смотрят Первый канал и нашего бывшего патриота Украины Киселева, он же был патриот, потом, еще и СМР сносил, если вы помните, и в вышиванки ходил, да, это его строчка в биографии, что вы, вы можете набрать и посмотреть этого красавца. Вот, и вот это то, что происходит, я думаю, что Россия действительно развалится, но залог того, что не будет большой крови, как раз в том, что национальное образование уже сейчас строит свои государства. И вот, можно это спасет? у нас осталось пять минут, так что пора, по-моему, включиться вам в разговор, и мы охотно выслушаем ваши комментарии или вопросы. Пожалуйста, ladies first. Ladies? Мы надо вас подбородить. Да, разнимите микрофон, чтобы все слышали. А, что? Я подойду к вам. Ставьте сюда, вперед. Вам, вам сам выбираться, передал микрофон. У меня такое питание. Я, во-первых, волонтер, и я знаю, что происходит из того же места Шойбанили, из Днепра. И у нас в Днепре, на жаль, много, так звано, или много, незвідомых, которые не произошло. То есть, что вы сказали, даже после того, как у нас много огил на кладовищах солдатских. Но вы сказали какую-то думку, что Украина будет проведником демократии. То есть, на каком-то этапе есть проведником демократии для России. Но, если нужно, это россиянам, и тем людям, которые живут в этой стране, они задумываются своим житом. Смотрите, 80% я помню, они бывали за войну в Чечне. Я помню, тогда еще о чем дымалась. А сейчас они 90% голосуют, вы знаете, за окремление Крима, за минуту Донбасси. По-моему, им это не нужно. Мне так звертись. Дякую. Дякую. Я згоден с тем, что считается, что 90% их нет. Это фейк. Нет даже приблизительно 30%. Это вражение помолковое. И перейти на русский для большей части аудитории. Значит, смотрите, я вам приведу один пример. У нас упал рубль в два раза. Да? И национальный лидер выступил по телевизору и сказал, пацаны, все под контролем. Сидите на жопе ровно и ждите, пока я вас вытащу из этой ямы. Что сделали пацаны? Пацаны сто процентов ринулись в магазин сметать все товары. Есть ли восемьдесят шесть процентов поддержки национального лидера? Что должны были сделать пацаны? Сидеть ровно. И не дергаться. Значит, одно дело, когда ко мне подходит человек и говорит, вы поедете на дачу или хотите, чтобы вас волки съели? Я говорю, конечно, я поеду на дачу. Вы за Путина или против Путина? Народ приученный гулагом и все такое, на всякий случай, говорю, да-да, конечно, я за Путина. А вот это, когда товары, когда рубль, пробачивая пацаны, Путин, вы зачекаете, а я сбегаю, пока еще, микроволновку куплю, бомбеда, туляра еще едет. Вот это и есть истинная поддержка. На самом деле, вы возьмите открытые источники, посмотрите, сколько пришло на выборы. Возьмите от этого числа процент, сколько проголосовали за Путина и сколько сфальсифицировали. И вы получите тот процент, который реально за него действительно проголосовал. Спасибо. Вы хотели задать вопрос? Да, я хотел задать, собственно, я полагаю, прежде всего, принести свои извинения за то, что я прервалась, абсолютно не надо. Да, так вот, я полагаю, что формат круглого стола предполагает не только вопросы или выслушивания, но и сомнения. Да, короткие комментарии. Короткие, да. Я выскажу свои сомнения, даже не комментируя, и даже не ожидая ответа на вопрос. Первое. Мое первое глубокое сомнение в том, что русские евреи, я настаиваю на этом термине, они не являются, что они являются советскими евреями, и все исследования последних лет, по крайней мере, 10 лет, к которым я причастен как главный ученый Министерства абсорбции в Израиле, да, сегодня, показывают, что русскоязычное еврейство Израиля намного в большей степени является продуктом израильского опыта, чем советского наследия. Поэтому термин советские евреи в отношении их, я подозреваю также русскоязычных евреев Канады, Соединенных Штатов, Австралии, Новой Зеландии, в меньшей степени Германии, является термином ошибочным, может быть, он был справедлив в середине 90-х, когда вы, Рома, вместе с коллегами создавали русскую партию, русскую в кавычках, уже тогда, но сегодня это не соответствует истине, на мой взгляд, от корня никак. Некоторая, так сказать, попытка объявить всех homo советicus, это объяснить ситуацию, которую они поддерживают людей, которые вам, когда они поддерживают людей, которые вам не симпатичны. Ну, типа Трампа, например, или Натаниева. Ну, что с них взять? Они вот этот вот продукт советского тоталитарного мышления, да? У меня по этому поводу есть некие сомнения, с моей точки зрения, большая часть русскоязычных евреев, они через 5, 6, 7, 10 лет после эмиграции, их политические пристрастии стабилизировались в умеренно правой, правоцентрической, праволиберальной части политического спектра, потому что они не верят в постмодернистский прогресс, а верят в старые глупости, в прогресс, в национальную идею, в то, что сегодня будет лучше, чем вчера, а завтра будет лучше национальное государство, например, это не издержки прошлого, от которого нужно отказаться, как кошмарный сон. Именно, ну и, наконец, последнее, Израиль, русские и русскоязычные. Ты их ставишь на крайность или нет? Да, это одно и то же, по большому счету. Русские и русскоязычные. Русские и евреи, русские и русскоязычные евреи, Russian Jews, то, что называется, да, мы пользуемся терминами в обратном переводе, например, сегодня с английского языка или иврита, да, иудим, русим, это некоторая тоже данность, которая показывает, что мы являемся продуктом местного опыта, а не наследия страны, из которой мы приехали. Все показывает, что и в Израиле идет процесс быстрой ассимиляции в русскоязычной среде. Многие украиноязычные евреи стали по-русски говорить только в Израиле. Ну и, наконец, понятие Украины, Израиль между Украиной и Россией, иногда, мне кажется, что это существенно более близкий термин, чем абстрактный. Ну, например, когда говорят о том, что Сирию нужно разменять на Украину, да, Запад пойдет на некие уступки в отношении Сирии, например, сохранить Ассадову власти, но при этом признать Крым наш, или там нынешнюю ситуацию, в Восточной Украине. Так что это существенно ближе, чем некая далекая аллюзия. Аллюзии, ну и самое последнее, извините, да, по поводу того, что по поводу раскола внутри русскоязычной среды в Израиле. Наш опрос, который мы проверили, масштабный, он показывает, что какое бы то ни было активное отношение к Украине-российскому конфликту, его придерживается только 10% русских израильдян, да, 40% кого-то поддерживает, но считает, что Израиль не должен вмешиваться, а 50% спрашивает, это где? Поэтому давайте не будем преувеличивать. Иногда тот холивар, который мы имеем в Фейсбуке, да, там, конечно, действуют активные люди, но подавляющее большинство живут своей жизнью, и они уже давно не там. Большое-большое спасибо. Я, к сожалению, вынужден покинуть вас, поскольку у меня злой сессия, я показываю свой документальный фильм «Безу» в 5.20, но у вас еще есть, я думаю, вот «Бэт». Я попрошу коллегу Игоря, да. Спасибо господину Поверанцеву, это честь, что он должен посетить вас. Еще какое-то вопрос, пожалуйста, друзья. Пожалуйста. Я так понимаю, что вы не можете не кричать, и, соответственно, вы сделали выбор, вы уехали. А вот речь о интеллигенции, которая, которая, в принципе, мы до сих пор считаем, где-то привыкли, вот так вы выросли, считать своей интеллигенцией, своими кумирами, торгаться. Вот им не хочется кричать? Вот они истинно, действительно, заблуждаются, или... Ответьте за всю интеллигенцию, которая... Или просто опанчиваете. Ответьте. Олег Табаков, например. Или Святой Михалков, например. Вы знаете... Кончаловский. Все три фамилии, которые вы назвали, Табаков, Михалков и Кончаловский, несомненно, относятся к интеллигенции. Несомненно, это люди, которые над той или... над той другой частью российского населения. Это властители дум. И мы все прекрасно помним фильмы Кончаловского и Михалкова. И это фильмы были глубокие, философские, замечательные. И никто не отрицает их вклад в советскую и в русскую культуру. Но, простите меня за тупость, я не совсем понял ваш вопрос. Что... Вы хотите сказать, что делать интеллигенции? Вы так думаете, примерно так? Нет, я уверен, я уверен, что приспособленцы, а я считаю Табакова, Михалкова, Кончаловского, Хазанова, Гафта, и еще, 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 целую кучу народных, заслуженных и народных Советского Союза, я считаю их приспособленцами. Потому что я прекрасно помню выступление, фронтированное выступление, ну, скажем, того же Гены Хазана, да и вы сами читали и слушали эти монологи, и он был таким храбрым и смелым в конце 80-х годов, когда разрешили, он рассказывал про кулинарный техникум, когда было нельзя, и он снова стал, ушел во внутреннюю такую оппозицию кукиш в кармане сегодня. И на самом деле, друзья, я по большому счету вот не могу их осуждать просто на 100%. Конечно, за ними коллективы, конечно, за ними там какие-то материальные ценности, которые не хотят, так сказать, потерять. Но тут я могу привести пример только Шварца «Убить дракона». Все мы были его учениками, но почему-то Скотина стал первым. Вот я хочу это адресовать тем людям, которые сегодня, понимая, что они поддерживают убийцу, понимая, что они поддерживают фашистскую власть, вот сейчас этот термин, конечно, стал очень расхожим, его даже уже как бы нивелировали, все уже друг друга обзывают фашистами. Но давайте посмотрим на факты. Во главе государства человек в погонах, во главе парламента человек в погонах, во главе Совета безопасности человек в погонах, во главе всех остальных министерств. Скоро у нас ЖЭКами будут руководить люди в погонах. Так, что это, если не военная хунта? Ну, народу я вам скажу так, что если установить сегодня, даже в Украине, очень мощную телевизионную программу о пользе наркотиков, завтра родители придут к директору и будут требовать выдавать своим детям наркоту. Не будем говорить о том, что народу нравится, не нравится. Народ в своем большинстве никто не спрашивал. И народ, я тоже ведь народ. Я тоже народ. Но вы своя народный артист, да? И вы что думаете, мне позволят на первом, на втором, на четвертом канале высказать свою точку зрения? Разумеется, нет. Я могу высказаться в Фейсбуке, я могу высказаться на каком-то собрании живом, да, но меня не услышат. И также не слышат большинство русского народа, российского народа. их мнение по большому счету неизвестно. Так что я ответил, не ответил на ваш вопрос. Очень здорово, что удалось хоть как-то побеседовать, но нам сказали, что караул устал и надо бежать на другие сессии. Ну давайте вспомним, шануемся, потому что мы того варки. И тут присутки тоже. Дякую, мы вам спасибо. Спасибо.